терпеть не могу уничижительных определений самый красивый политик например тем не менее тем не менее я сейчас разговариваю с человеком которого часто называют в беларуси самым красивым политиком беларуси ольга карач и я не знаю как представить ольгу карач оппозиционный политик журналист автор наверное десятка инициатив экологических инициатив гендерных инициатив политических инициатив гражданских инициатив там платье википедии занимает список а самое главное руководитель центра гражданских инициатив наш дом ольга карач ольга здрасте да добрый день ольга скажите вы вошли в координационный сайт оппозиции а нет почему это такой очень сложный вопрос потому что я знаю я сама бывший член картина с этой оппозиции я считаю что это очень важно что этот картинационный совет есть и там действительно есть очень хорошие имена и очень много достойных людей но у нас так получилось что в этой компании очень много символов и вот как символ картинационный совет он замечательный и играет такую очень важную роль показать что общество совершенно разные представители разных кругов бизнес бизнес кругов культурологи ученые правозащитники все 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 готовы садиться за стол и разговаривать вместе для меня это очень важно лукашенко уйдет да сейчас собственно да уйдет уйдет причем это не вопрос пяти лет не вопрос года это вот вопрос ближайших недель об этом даже не может быть и речи что он остается и каким-то образом удерживает власть сейчас как раз то что мы начали и начали всей страной я хочу сказать что этот процесс начали совершенно разные люди это капитальный ремонт нашей страны и все что лукашенко искусственно сдерживал замораживал все реформы все 26 лет все это начинает сейчас интенсивно двигаться это потрясающе и с одной стороны беларуси сейчас очень много горя потому что очень много пыток непонятно сколько убитых 98 человек пропало без вести их судьба неизвестна насколько мне известно на данный момент их ищут по больницам по тюрьмам но несмотря на вот все горе и всю боль этот процесс идет и это это очень вдохновляет мы просто наверное больше такой момент никогда не увидим в жизни на самом деле я хочу сказать что вот эти пытки изнасилования в тюрьмах и все что происходит эта ситуация не новая потому что мы очень много работаем с тюрьмами и с детьми заключенными потому что в беларуси и лукашенко 2010 году после и в 2011 году после экономического кризиса довольно глубокого он решил проводить экономические реформы но если у нас раньше была иллюзия что экономические реформы это всегда путь демократии то александр лукашенко доказал что это не так и он стал проводить экономические реформы в плане строить такую лайт версию гулага и это значит собственно мы все я думаю понимаем что такое гулаг конечно это не советский гулаг но тем не менее и он начал строить огромные бизнес производства на базе белорусских тюрем и конечно ему понадобились сразу молодые рабочие руки которые могли бы выполнять эту работу сейчас эта продукция составляется в два страну двадцать одну страну мира и примерно в год приносит 100 миллионов долларов это статистика мвд это не моих статистика это государственная статистика заключенные которые работают на этих тюремных производствах они прямом смысле портал это зарабатывают 1 2 3 евро цента в месяц и конечно когда понадобились эти молодые рабы в гулаг то соответственно пошли массовые фальсификации уголовных дел в отношении подростков и в отношении молодых людей сейчас белорусских тюрьмах примерно находятся 34 тысячи 200 человек из них 20 тысяч примерно около 20000 сидит по статье 328 что эта статья связанная с наркотиками например подросток покурил марихуану и получил за 0 12 грамма 10 лет тюрьмы уголовная ответственность наступает 14 лет к сожалению не известно сколько несовершеннолетних было задержано и осуждено по этой статье потому что статистика скрытая но тем не менее очень понятно что он уже по белоруссии таких людей очень много и уже образовались разные инициативы и движения от мастерей 328 но вот мы работаем дети 328 и на самом деле это все связано с тем что государству нужны нужны просто рабы и для меня вот тема тюрем и того что в беларуси происходит она очень болезненная потому что очень много страшных историй и с которыми ну просто невозможно жить даже если ты про них знаешь а я не знаю как выдерживают родственники этих бедных детей которые оказались такой ситуации как я понимаю одним из первых актов любой новой власти будет акт амнистии да и конечно целом я считаю что демократический избранный президент первое что он должен сделать это поехать не в россию не страны евросоюза он должен поехать в тюрьму например тюрьму волчиноры достаточно известная своим скажем жестким отношением должен поехать бобруйскую воспитательную колонию и он должен поехать туда где плохо потому что именно там происходят очень страшные вещи которые сегодня вылились на улице наших городов а куда поедет лукашенко а а куда поедет лукашенко но он тоже поедет наверное белорусской тюрьмы но только уже в другом качестве вообще на самом деле это большая дискуссия куда должен поехать лукашенко но выбора у него на самом деле не так много или уезжает в россию потому что в белоруссии ему места нет после того что он сделал с белорусскими гражданами но или его будут судить по белорусским законам и для него это хуже потому что белорусские законы это даже не российские законы и люди требуют сейчас когда мы говорим в том числе про международный трибунал мы сейчас собираем свидетельство всех этих пыток исчезновений и так далее так далее мы договорились с рядом довольно серьезных организаций включая парламентскую ассамблею совета европы несмотря на то что беларусь не член совета европы или за смертной казни они готовы предоставить плечо и заниматься тоже расследованиями для международного трибунала но я вижу по настроениям что белорусские граждан не устроят международный трибунал они требуют судить лукашенко по белорусским законам я конечно уверена что одним из первых актов это будет присоединение белоруссии вступление в юрисдикцию европейского за правом человека связи с отменой смертной казни но тем не менее вы наверняка думаете о каких-то будущих наказаниях я имею ввиду люстрацию вы же думаете о люстрации какая она должна быть я на самом деле думаю более широко потому что люстрации недостаточно у нас сегодня получилась довольно интересная ситуация и это с одной стороны тревожит с другой стороны очень сильно вдохновляет белорусская нация белорусский народ подтвердил свое право такой очень страшной ценой людьми зваться и и быть народом вот это чувство народа оно у нас впервые и такого единения причем единение не только внутри белоруссии но и вокруг белоруссии и это очень очень радует с другой стороны у нас сегодня по сути умерло государство и то что ни одна государственная структура не работает то есть у нас нет независимого арламента у нас нет прокуратуры у нас нет местных советов у нас нет судов у нас нет милиции есть какие-то карательные органы которые граждане не воспринимают у нас нет следственного комитета у нас вообще ничего нет и есть какие-то да есть какие-то странные образования но они в глазах народа утратили легитимность и это тоже очень чувствуется а это значит что по сути нам нужно заново закладывать фундамент и проводить очень очень глобальные реформы в том числе реформу государственной службы на базе собственно тех страшных ошибок либо преступлений которые были сделаны на сегодняшний день если мы говорим про иллюстрацию понятно что пытки изнасилования убийства но тут нет разговоров что эти люди должны понести заслуженное наказание но кроме этого хотелось бы поговорить про в целом работу чиновников по беларуси потому что там есть несколько проблем которые делают эту работу очень неэффективной и неправильной в первую очередь у нас идет какая-то неразбериха кто кому подчиняется в каком качестве и какой ситуации человек может сказать нет в какой ситуации он не может сказать нет это приводит к тому что люди выполняют незаконные приказа просто потому что они не понимают что они могут отказаться и дискуссии кто что делает и зачем эти люди сидят например в исполкоме и чем исполком отличается от администрации президента администрация президент отличается от парламента или от местного совета у нас такой дискуссии не было никогда и для людей в принципе разницы никакой до сих пор нет поэтому нам предстоит такой довольно серьезный процесс эти все структуры построить поэтому если мы говорим про иллюстрацию безусловно очень важно обратить внимание и наказать те кто совершал очень тяжелые уголовные преступления но еще очень важно обратить внимание на тех кто работал хорошо и даже в рамках этой системы пытался что-то делать и пытался так или иначе влиять на процесс и есть еще одна проблема в том что люди которые приходят на государственную службу там конечно очень высокий уровень коррупции я считаю что коррупцию нас больше чем у вас она у нас такая очень системная и получается что эти люди вообще не понимаю зачем они попали они знают им лукашенко сказал это очень четко что у нас стабильность стабильность это означает что ничего не меняется это значит что человек приходит какой-то проблемой и потому что если проблема решена какая же эта стабильность это что-то не то и поэтому получается что знаете мы должны пробивать какой-нибудь ремонт капитальный ремонт дома там 10-15 лет и это просто неэффективная трата энергии людей и понятно что в такой ситуации чтобы пробить какой-то ремонт дома надо 10 лет потратить а сколько той жизни мы не можем просто ее растрачивать это глупо поэтому нам нужна срочно очень срочно нужна реформа государственные службы стей и нам нужны определенные принципы на которых она будет работать и мне очень нравится что этот процесс сегодня идет белорусское общество готова слышать и готова участвовать и готова менять а самое главное самое главное готова приходить на государственную службу местные советы в парламент и тоже работать это очень заметно и идет Вот гигантская мобилизация общества, никогда такого тоже не видела. Знаете, такое ощущение, что вот все спали 26 лет, все проснулись и одновременно что-то делают. И это очень впечатляет. Вот все объемы всего, что происходит, это впечатляет. Ольга, к вопросу о люстрациях и о нежности. Как вы относитесь к обнимашкам? Обнимашки с милицией, обнимашки с военными, обнимашки с... Нет, обнимашки с милицией, я, к сожалению, пока не готова на этот вопрос, потому что я была задержана как подозреваемая в теракте. У нас в Беларуси за это смертная казнь. Этот теракт случился 11 апреля 2011 года, и там погибло 16 человек, 16 белорусских граждан, и там около двух сотен было очень серьезно травмировано. И тогда нас, вот группа правозащитников, задержали по подозрению в совершении этого теракта. И так получилось, что у меня, конечно, на фоне того, что происходит в целом в белорусских тюрьмах, или в РОВД, или ВВС, или в СИЗО, у меня, конечно, была лайт-версия, но мне хватило. Потому что меня избивали по приказу, кстати, Олега Гайдукевича, который на данный момент является председателем партии Жириновского в Беларуси. Это очень интересно, что садист, маньяк и психопат возглавил партию Жириновского в Беларуси, и еще там что-то собирается продвигать. Наш пострел везде поспел. Да, и получается, что... И когда меня били, мне также сотрудник милиции довольно убедительно угрожал изнасилованием. И это было довольно страшно. При том, что изнасилования не было, но мне, в принципе, хватило, потому что у человека были абсолютно безумные глаза, и у человека было... Он, когда меня бил, вот ощущение было, что он со мной занимался сексом, потому что он видел, что мне страшно, мне больно, и он еще больше просто возбуждался от этого. Он схватил мой паспорт в итоге, пытался прочитать, но от вот такого совершенно безумного возбуждения он даже не мог прочитать мое имя, и было очень понятно, что я сейчас задержана по такой статье, по которой грозит смертная казнь, а это значит, что эти люди могут сделать что угодно, и, собственно, про это никто не узнает, потому что следов, собственно, тоже никто не увидит. И это такая очень травмирующая ситуация, поэтому я, когда вышла, я могу сказать, что год я вот просто не могла вообще форму сотрудника милиции видеть после вот всей этой ситуации, и до сих пор эта ситуация довольно тяжелая. И я представляю, что там переживают люди, которые попали в такую же ситуацию, и в полного, скажем, когда ты в полной абсолютной власти какого-то психопата и человека, который просто сошел с ума вот от запаха крови и от всего, что происходит, и мне просто страшно думать про это. Поэтому, конечно, вот такие вещи, их вообще нельзя спускать. Мы добились того, что Олег Кайдукевич все-таки вынужден был уйти, он был начальник Фрузенского РОВД, но, тем не менее, он вот решил пойти в политику и сейчас рассказывает, как здорово, надо бороться за права человека и все остальное. Но при этом этот человек участвовал и руководил кровавыми разгонами, например, 2011 года, когда люди организовали твиттер-революцию и выходили на улицы и хлопали в ладоши, чтобы показать свое несогласие с Александром Лукашенко. Вот этими всеми кровавыми разгонами руководил Олег Кайдукевич. И мне, конечно, очень интересно, каким образом этот человек вообще, ну, понятно, каким образом он всплыл, но то, что он партия Жириновского, эта партия Жириновского, мягко говоря, очень не красит в моих глазах. У нынешней бархатной революции в Беларуси со всей очевидностью женское лицо. Как бы мы не восхищались Серегой из Минского-Тракторного, у белорусской революции женское лицо. Я не готова называть фамилии, потому что очень много мы видим славных женщин. Но ведь это возможно? Белорусы могут выбрать президентом женщину? Ну, во-первых, они уже выбрали президентом женщину. Начнем с этого, потому что Светлана Тихановская, это, конечно, понятно, наш легитимный президент, она должна принять инаугурацию, и она должна начать, наконец-то, выполнять свои предвыборные обещания. Я напомню, что их два, это выпустить всех политических заключенных, кто находится в тюрьме по политическим причинам, и, второе, начать организовать альтернативные выборы уже без участия Лукашенко. Куда вы движетесь? Куда все движется? Это не просто борьба против какого-то персонажа, очень неприятного, мерзкого, и так далее, и так далее, но что это все-таки намного больше. И я хочу, чтобы люди шли и делали определенные шаги по направлению к такому капитальному ремонту всей страны. Это очень амбициозно, я понимаю, но, с другой стороны, понимаете, ведь когда мы проводим капитальный ремонт дома, который не ремонтировался уже очень-очень много лет, это не будет мгновенно. Это иногда будет грязно, это будет шумно, как мы это видим в Беларуси, да? Иногда это будет очень неприятно, но мы видим, что получается в итоге. И даже сейчас, даже сейчас, те шаги, которые мы сделали вместе с 9 августа, даже сейчас вырисовывается что-то очень-очень красивое. И это очень тоже вдохновляет всех людей продолжать, несмотря на то, что людей похищают, избивают, пытают, убивают, но, тем не менее, всё больше и больше людей выходит, и всё больше и больше людей понимают, в чём они участвуют. Они участвуют в строительстве целого государства. И это такая сверхзадача, которая вдохновляет очень многих. И я очень рада, и для меня это большая честь в этом процессе участвовать. Как я вам завидую! что вы там внутри. По-хорошему, по-доброму, но... Ах! Удачи вам, Ольга! Ольга, Ольга Карач! Белорусский журналист, гражданский активист, общественный деятель, оппозиционный политик, глава гражданской инициативы Белоруссии «Наш дом» и сотни-сотни-сотни гражданских политических общественных инициатив. И в Википеде написано, что самый красивый политик Белоруссии, и это действительно так. Живи, Белоруссия! Удачи вам, Ольга! Живи, Белоруссия!